МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И акция у Соловецкого камня в памяти о жертвах политических репрессий и почему их нельзя забывать. Ангела Меркель уходит в отставку. Но не с поста канцлера, а с поста председателя своей партии, Христианско-демократического союза. И если канцлером Меркель является вот уже 13 лет, то председателем ХДС она была последние 18. Однако очередная потеря голосов на региональных выборах, когда ее партия в земле Гессен пришла к финишу с худшим результатом за последние полвека, привела к тому, что председатель сторожил, решил этот пост покинуть. Правда, Меркель добавила, что канцлером она хочет и готова остаться до следующих выборов, которые должны пройти в 2021 году. Захар Бутырский продолжит тему. У меня отчетливое ощущение, что пора начать новый этап. Во-первых, на следующем съезде в декабре в Гамбурге я не буду баллотироваться на пост председателя ХДС. Во-вторых, этот четвертый срок полномочий в качестве канцлера Германии – мой последний. На выборах в Бундестаг в 2021 году я не буду вновь выдвигаться в канцлеры от ХДС. Отказаться от поста главы партии Меркель заставляют потери на выборах. В земле Гессен в минувшее воскресенье ХДС набрал лишь 27% голосов, на 11% меньше, чем на предыдущих выборах. Две недели назад выборы в Баварии завершились потерями для партнеров христианских демократов ХСС. Меркель проявила самокритичность и признала, что плачевные результаты на местах стали отчасти следствием политики в Берлине. Впечатление, которое производит правительство Германии, она назвала неприемлемым. Тем не менее, она готова оставаться канцлером до следующих парламентских выборов в 2021 году, объявила Меркель в своем обращении. Это вызвало удивление, поскольку она опровергла собственный тезис о том, что должности руководителя правящей партии и канцлера должны находиться в одних руках. Да, этим я в значительной степени дистанцируюсь от своего глубокого убеждения, что руководство партии и пост канцлера должны быть в одних руках. Это риск, безусловно. Но тем не менее, взвесив все «за» и «против», я пришла к выводу, что пойти на этот риск можно. По мнению наблюдателей, этой полуотставкой Меркель убивает двух зайцев. С одной стороны, она реагирует на растующее недоверие к партии, но в то же время снижает угрозу досрочных выборов, на которых ХДС грозят потери. В Христианско-демократическом союзе отнеслись к решению с большим уважением. В то же время ряд оппозиционных политиков потребовали ухода Меркель из правительства уже немедленно. Госпожа Меркель покидает не тот пост, заявил, к примеру, лидер свободных демократов Кристиан Линнер. Меркель переняла образы правления ХДС 18 лет назад у Вольганга Шойбле. В тот момент ее партия после поражения Гельмута Коля находилась в оппозиции. Хотя Германия переживает один из лучших периодов по экономическим показателям, федеральное правительство оказывается под огнем критики из-за споров между партиями коалиции. Преемника Меркель съезд ХДС должен будет избрать в декабре. Причем, если обычно заранее ясно, кто станет будущим лидером партии, то сейчас за этот пост развернется борьба. О своих амбициях заявили несколько политиков. Судя по всему, ни один из них не будет легким партнером для Владимира Путина. На фоне последних политических событий в Германии все же не раз говорили, что дни канцлера Меркель сочтены. Так ли это на самом деле? Ведь ставшая год назад главой правительства в четвертый раз Меркель, судя и по сегодняшнему ее заявлению, именно этот пост покидать не собирается. Обсудим это с политическим обозревателем Deutsche Welle Никитой Жолквером, который находится в Берлине. Никита, может ли Меркель оставаться канцлером, покинув пост председателя партии? Может, ей никто этого сделать не запрещает. Никого закона на этот счет не существует. Но надо помнить, что Германия или политическую систему в Германии называют партийной демократией. Здесь роль партии и, соответственно, председателя партии намного важнее, чем, например, сейчас в России. И если происходит совмещение двух должностей, председателя партии и канцлера, то это укрепляет, сильно укрепляет позиции главы правительства. Об этом свидетельствует и исторический опыт, будь то Аденауэр или Гельмут Коль, которые совмещали эти позиции. Или негативный опыт Герхарда Шрёдера, который, потеряв или уйдя с поста председателя, стал демократической партией, вскоре лишился и поста канцлера. Но для Меркель очень важно, кто будет впредь председателем ХДС. Если с преемником или преемницей на этом посту у нее будут отношения не разлей вода, то она может оставаться канцлером и еще три года до 2021 года. А вот если они не поладят, тогда, скорее всего, канцлеру придется уйти в отставку. Правда, это не означает, что начнутся перевыборы, или дело обязательно дойдет до перевыборов, поскольку канцлера в Германии выбирают не народ, не напрямую, а депутаты Бундестага. И вполне может сложиться ситуация, при которой найдется кандидат, скорее всего, им будет новый председатель ХДС, которого поддержит большинство депутатов Бундестага. И, скажем, либералы готовы в такой ситуации снова вернуться к проекту так называемой Ямайки, то есть коалиции в составе консерваторов, зеленых и свободной демократической партии. Никита Меркель считается важнейшим партнером на переговорах президента Путина в Европе. Что изменится для Кремля? Ну, на первых парах ничего не изменится. В Кремле могут посмотреть, как происходит такая политическая трансформация в условиях политической системы Германии. То есть вот та самая операция «Приемник», о которой так часто говорят в Москве. Но на самом деле, если говорить о политике, то принципиальных изменений в ближайшее время не ожидается. Единственное, что может произойти, что канцлеру придется с большей оглядкой проводить политику, внешнюю политику, в том числе в отношении России, с большей оглядкой на нового председателя ХДС. Но надо сказать, что в руководстве ХДС я, честно говоря, не знаю деятелей, которых можно было заподожить в больших симпатиях к Кремлю. Так что, скорее всего, политика, если и изменится, то не в лучшую сторону. А если наступит вариант «Ямайки», тогда еще хуже, поскольку, скажем, «зеленые», которые претендуют на пост министра иностранных дел, относятся к России еще более критически. И еще один вопрос. По результатам в Гессене, своей позицией значительно улучшила правопопулистская партия «Альтернатива для Германии». Чем объяснить успех этой партии? Ну, причин довольно много. Я бы остановился на двух. Во-первых, это однозначное поливение ХДС, сдвиг этой партии в центр. Тем самым партия освободила позиции на правом фланге, которые занимают разочарованные консерваторы, которые потеряли некое ядро, консервативное ядро. Вторая главная причина – это кризис с беженцами, поскольку эта тема остается очень актуальной, важной, хотя приток беженцев значительно сократился, но по-прежнему эту партию «Альтернатива для Германии» воспринимают не совсем справедливо, как партию, которая может решить эту проблему. И хотя сама эта партия пытается избавиться от ярлыка ксенофобии, но ее многие воспринимают в Германии как ту партию, которая способна быстро, однозначно решить проблему с беженцами. Спасибо, Никита. На связи из Берлина был политический обозреватель Deutsche Welle Никита Жолквер. В минувшие выходные в Грузии прошли президентские выборы. Ни один из кандидатов в президенты не смог одержать победу уже в первом туре. С минимальной разницей всего в 1% вперед вышли независимый кандидат Саламезу Робешвили, которую поддерживает правящая партия «Грузинская мечта», и Григол Вашадзе, кандидат от бывшей партии власти «Единое национальное движение» Михаила Саакашвили. Они набрали чуть менее 40% избирателей. Теперь предстоит второй тур. Подробнее об итогах выборов расскажет моя коллега Жанна Немцова, которая сейчас находится в Тбилиси. Ну, во-первых, на мой взгляд, в Грузии сохраняется демократическая традиция. Многие из вас знают, что в 2012 году партия Саакашвили потерпела поражение, и он потерял в стране власть, и действительно покинул все свои посты. И вот, несмотря на то, что многие отмечают сворачивание демократических свобод, тут в Грузии все равно и оппозиционный кандидат смог участвовать в выборах, тут есть ряд оппозиционных каналов, которые его поддерживали, их не закрыли. Многие считали, что уже по итогам первого тура победу одержит Сломе Зурабишвили. Она позиционирует себя как независимый кандидат, но пользуется поддержкой правящей партии «Грузинская мечта» и отдельно пользуется личной поддержкой Бедзины Иванишвили. Он является самым богатым человеком Грузии и, собственно, контролирует эту страну политически. Второе место после Сломе занял Григол Башадзе. Это кандидат от Единого национального движения. Это партия Михаила Саакашвили. Надо отметить довольно низкую явку. Дело в том, что она не преодолела даже 50%. Возможно, это связано с тем, что президент не имеет никаких полномочий. Грузия — это парламентская республика. Вся полнота власти, во всяком случае, по закону сосредоточена в руках премьер-министра, тогда как президент — это символическая должность. И еще одну особенность нужно отметить. Эти выборы президента были последними прямыми выборами. Уже в следующий раз президента Грузии будет выбирать коллеги выборщиков. Ну, очевидно, что интрига сохраняется. Это вызвано тем, что разрыв между двумя кандидатами очень небольшой. Как правило, во втором туре выборов участвует большее количество избирателей. То есть явка, скорее всего, будет выше. Тут главный вопрос — кто сможет лучше мобилизовать свой электорат. В понедельник в Москве у Соловецкого камня проходит акция «Возвращение имен». Она ежегодно проводится накануне Дня памяти жертв политических репрессий. Примечательно, что в этом году городские власти лишь со второй попытки согласовали традиционную акцию у Соловецкого камня. Почему и сегодня так важно помнить о политических репрессиях и их жертвах? Этим вопросом задалась наш московский корреспондент Юлия Пишневецкая. Александр Иванович Лесин, 63 года, расстрелян 21 февраля. Тысячи людей в России интересуются судьбой своих родственников, пострадавших от сталинских репрессий. Ежегодная акция у Соловецкого камня стала важным общественным событием. В ней принимает участие все больше молодежи. Забывать такое ни в коем случае нельзя, потому что мы не должны ни в коем случае допустить, чтобы это еще раз повторилось. Мой двоюродный дед был арестован в 49-м году за рассказанный анекдот про гитлеровскую армию, осужден к 8 годам лагерей. Из лагеря он не вернулся, скорее всего там умер, и он был реабилитирован в 96-м году. Не важно, травматическое это прошлое или нет, мы не должны об этом забывать. Мы должны привлекать как можно больше людей к этому, чтобы не было у людей какого-то смещения в сознании о том, как действительно было. Просто если у нас появится в обществе какой-то общий консенсус, что то, что происходило, это было чистое зло, то тогда мы как-то будем стремиться к общему улучшению сейчас и в будущем. Справку о делах, которые хранятся в архивах Федеральной службы безопасности, теперь можно заказать через портал госуслуг. Филолог Николай Эпле написал такой запрос, чтобы найти информацию о своем немецком дедушке. В сентябре 41-го года, как лица немецкой национальности, они все посажены на поезд и отправлены в Казахстан. Мужчин демобилизовывают в трудармию. Два брата, мой дед Николай и его брат Лев, оказываются в Севураллаге. В Центральном архиве ФСБ Николаю ответили, что документов дедушки не нашли. Это неудивительно, ведь далеко не все репрессии сопровождались следственными делами. Так, мобилизация в трудармию, которая фактически была отправкой в лагерь, проходила без суда и следствия. В таких случаях нужно отправлять запросы во все возможные ведомства. ФСБ, МВД, ФСИН, объясняет сотрудник Музея истории ГУЛАГа Александр Макеев. Причем не только на федеральном, но и на региональном уровне. По месту пребывания, по месту осуждения, отправить запросы. Я предпочитаю такие веерные рассылки, потому что семьи не всегда знают точный вид репрессии. Если этот человек был осужден в так называемом административном порядке, то есть это ссылка, высылка, раскулачивание, принудительное переселение, или как депортацию нас называют, народов, то чаще всего эта информация находится на хранении в информационных центрах МВД. Частая проблема, с которой сталкиваются потомки репрессированных, необходимость документально подтверждать родство. Им приходится восстанавливать всю цепочку документов за 80 лет. Хотя по закону после 70 лет хранения секретность снимается, и с архивными данными может ознакомиться любой человек. Тем не менее, отсутствие документов о родстве часто становится причиной отказа, говорит директор музея ГУЛАГа. Это связано как раз с архивами МВД. Вот там с этим сталкиваешься, и вот это вот больно, и это нужно каким-то образом преодолеть и переформатировать, этот внутренний регламент. Главная задача сегодня – это добиться оцифровки всех архивов, считает Роман Романов. Документы хранятся не в самых лучших условиях. У архивов не хватает помещений и сотрудников. Между тем, современные сканеры позволяют очень быстро оцифровать большие массивы информации. У нас, собственно, от музея, фонда памяти, центра документации уже сформировано такое предложение, что мы можем направлять группу специалистов, которые помогали бы архивам сканировать это все. То есть это все остается в руках этого архива, и мы пытаемся сделать общую базу. За время большого террора в 1937-1938 годах было арестовано не менее 1 миллиона 700 тысяч человек. Более 700 тысяч были казнены. Их имена зачитывали в понедельник в ходе акции памяти жертв политических репрессий у Соловецкого камня в Москве. В минувшие выходные выборы прошли не только в Грузии, как мы уже говорили, но и еще в одной стране – Бразилии. Здесь во втором туре победу одержал правый экстремист Джаир Мессиас Болсонару. Подробнее о результатах этого голосования в нашем обзоре. Джаир Болсонару во втором туре президентских выборов в Бразилии набрал более 55% голосов избирателей. Правый экстремист Болсонару – сторонник диктатуры и прославился своими расистскими, гомофобными, сексистскими и прославляющими насилие высказываниями. Перед выборами он пригрозил, что проведет в Бразилии чистки, каких страна еще не видела. Сторонники Болсонару при этом надеются, что он сможет провести в стране радикальные реформы и оживить падающую экономику страны. До 189 человек погибли в результате авиакатастрофы в Индонезии. Пассажирский самолет авиакомпании «Лайн Эйр» пропал с радаров через 13 минут после старта и упал в море. Спасатели обнаружили тела погибших пассажиров у берегов Индонезии. Уровень загрязнения воздуха в Европе все еще превышает нормы ЕС и ВОЗ, говорится в докладе Европейского агентства по охране окружающей среды. Среди основных источников вредных выбросов прежде всего автомобили. По данным экспертов, из-за загрязнения воздуха в 2015 году в Европе преждевременно умерли около полумиллиона человек. В Германии ввели в эксплуатацию первый в мире поезд на водородных топливных ячейках. Его запустили на неэлектрифицированном участке железнодорожного сообщения вместо курсировавшего там дизельного поезда. А вместо вредных выбросов в новом поезде в окружающую среду выделяется только вода. Он движется практически бесшумно, развивая скорость до 140 км в час. Поезд может преодолевать без дозаправки расстояние до 1000 км. Причем на заправку требуется не более 15 минут. Актуальные сообщения читайте на нашем сайте о развитии событий в следующем выпуске ДВН Новости, в том числе на каналах наших партнеров. Всего вам доброго и оставайтесь с нами. Субтитры подогнал «Симон»